Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу представить вам новинку от Profit. Препарат широкого действия, защита комплексная. В составе метаризм и бавирия. Метаризм – это почвенный гриб, который поражает насекомых в почве, борется с почвенным вредителями. Например, такими вредителями, как хрущ, проволочник, либо различные личинки, которые находятся в почве. Насекомый-вредитель в почве проделывает ходы. И как только на пути ему встречается спора метаризма, она приклеивается к насекомому, прорастает внутрь, и вредитель медленно погибает. Затем споры распространяются на других насекомых. Метаризм не опасен для полезных насекомых, для пчел, для божьих коровок, а также для червей, которые перерабатывают органику в почве. Метаризм, кстати, может поражать не только насекомых в почве, но и муравьев, и клещей. Кстати, метаризм иногда применяют для борьбы с опасным клещом вороа, который поражает, паразитирует на пчелах. Поэтому такой препарат, в отличие от многих других препаратов, например, от бавирия, абсолютно безопасен для пчел. Метаризм, кстати, улучшает и плодородие почвы. Если он не обнаружит вредителей в почве, ему не хватает питания, он переходит на питание растительными остатками, и также как триходерма перерабатывает растительные остатки, тем самым улучшает плодородие почвы. Метаризм, кроме борьбы с насекомыми, может справляться и с другими проблемами. Например, метаризм крайне эффективен при борьбе с пурпуровой пятнистостью, а также черной паршой картофеля. При посадке малины, либо при посадке картофеля весной, одна чайная ложка метаризиума в посадочную яму избавит вас от таких проблем, как пурпуровая пятнистость, черная парша, а также избавит от тли. Кроме того, метаризм способен защитить растения от фазариоза, серой гнили и различных корневых гнилей. Метаризм можно использовать для обработки различных культур. Например, очень эффективно использовать метаризм для клубники. Он избавит нас от такой проблемы, как хрущ, который подъедает корни клубники, а также поможет в борьбе с серой гнилью. И даже в дождливую сырую погоду ягода не будет поражаться таким заболеванием. В составе препарата также присутствует баверия. Механизм действия баверия и метаризм довольно сходный. Однако есть отличия. Баверия способна поражать большое количество листогрызущих насекомых. Это различные гусеницы, долгоносики, плодожорки и прочие вредители. Кстати, баверия весьма эффективна и против слизней. Дело в том, что баверия, собственно, не поражает слизня. Однако, когда баверия попадает в почву, образуется мицелий, грибница, и своим запахом он отпугивает слизней с огорода. Баверия, так же как и метаризм, способна избавить нас от такой проблемы, как фазариоз. И в отсутствие питания она также может перейти на питание растительными остатками и улучшить плодородие почвы. Различные фитопатогены, различные вредители могут присутствовать в компосте. Поэтому препарат на основе баверия и метаризм, защита комплексная, так хорош для компостирования. И можно проливать компост даже в осенний период. Ведь компост обычно высокой температуры, идет процесс горения. И если внести такие препараты в компостную кучу, они будут действовать даже зимой. Ведь в компостной куче сохраняется тепло. Оптимальная температура для хорошего действия баверия и метаризм плюс 15 градусов. В осенний период защиту комплексную можно вносить в компост от различных патогенов, от вредителей, которые могут зимовать в компостной куче. А весной, когда температура почвы поднимется до 15 градусов тепла, можно вносить в посадочные лунки. Либо проливать посаженные на огороде культуры раствором препарата. Опять же, как и обычные наши препараты, по отдельности метаризм баверия, нам понадобится на 10 литровое ведро воды 2 чайные ложки вот таких гранул. Кстати, гранулы у нас с циолита, они заселены спорами. И попадая в водный раствор, споры смываются, а затем, попадая в почву, активизируются, начинают питаться, развиваться и защищают растения от различных проблем. И баверия и метаризм не конкурируют друг с другом в этом препарате. Их можно вносить совместно. Не стоит лишь данный препарат применяться вместо с триходермой. Дело в том, что триходерма быстрее развивается, значит, быстрее потребляет питание и может подавлять рост и развитие баверии и метаризму. Поэтому делаем раздельные обработки. Между ними должно пройти хотя бы 2-3 недели. В этом случае конкуренция будет незначительной. Препарат защита комплексная можно использовать и дома при выращивании рассады. Им можно проливать грунт перед посевом рассады, обеззараживать его. А можно вносить подкомнатные цветы от различных заболеваний, например, фузырозного увядания, а также от комплекса вредителей, которые могут присутствовать на домашних растениях. Обратите внимание на нашу новинку защита комплексная, ведь это отличное решение для вашего сада и огорода. Это залог здорового урожая. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!